всем привет дорогие друзья из солнечной алании и турции эта программа лица турции на телеканале tv 82 в алании проживают иностранцы из более чем 80 стран мира и истории именно этих людей я и хочу вам рассказать сегодня я вам хочу рассказать историю одной удивительной женщины зовут ее елена и история этой женщины не только поражает и вдохновляет я надеюсь что именно ее история заставит вас посмотреть на свою жизнь по другому но мы жили на украине мне очень понравился поначалу мариуполь то есть он мне показался таким романтическим городом может мне настроение такое было вроде море там азовская такие приветливые люди как будто я попал социализм поэтому мне очень понравился город хотя потом сейчас выясняется что там очень плохая экологическая обстановка там людям тяжело дышать потому что много заводов и они загрязняют атмосферу это все я не замечал поначалу мы решили вроде все нравилось маленький ребенок но потом из-за конфликта на украине скажем так нам пришлось покинуть город да мы поехали к родственникам на украине пожили у них ну на украине честно сказать людям с инвалидностью наверно нелегко жить тем более мы жили в город назывался белгороднестровский ну там вообще я не знаю невозможно жить людям на коляске то есть там нет ни одного тротуара где-то остался наверно в 60-х годах вот как строили его очень тяжело да мы побыли там пока на стене исполнился год но военный конфликт не прекращался вот становилось сложнее и сложнее жить и когда понятно было что назад дороги нет потому что тоже город уже бомбили и так далее поэтому нам знакомая так знакомые предложили поехать в турцию и пожить здесь вот и так как я настолько этого всего боялась уже и нервность я бы не могла этого носить потому что я ребенку мечтала всю свою жизнь и почему так случилось просто так случилось родился ребенок и начинается военная обстановка а вот то мы вынуждены были покинуть страну а вот но как сейчас я говорю знаете как то есть такая поговорка было счастье да несчастье помогло или что-то типа это потому что мне конечно вот люди меня спрашивают скучаешь по родине я не знаю у меня нет такого чувства вот что я почему-то скучаю потому что моя жизнь была довольно таки сложно на украине сложно то есть когда ты живешь и не можешь зайти в общественный транспорт подняться в больницу потому что там ступеньки зайти в театр потому что там ступеньки нет съезда да учиться нормально в университете и так далее и тому подобное зайти в горесполком потому что там ступеньки и ну куда бы ты ни пошел все упирается в одно и то же да то как бы мне поначалу казалось что ну вот мы когда сюда приехали там допустим выходим из автобуса с коляской побегать это парень откидывать перед нами трап мне казалось что поначалу я думал что просто наши люди немножко холоднее то есть они не воспринимают но скорее всего просто это ну система такая то есть сидит охранник мы мы не берем среднего человека а ты заходишь в аптеку а там сидит охранник он тебе просто дверь не может даже открыть да и мы судим по людям по об этом охранники а здесь вот я помню ситуацию меня очень поразило когда был старый дэвлет муж меня возил на процедуру три недели там надо было в гору знаете подниматься и вот он на меня в эту гору поднимал поднимал останавливаться останавливается машина жандарма выходит человек русской машины формы и говорит вам помочь вот это не вообще поразило я думаю из коряске буду потому что у нас никогда лицодер не предложил помощь ну то есть это же самое здесь допустим вот берите у меня был муж поражен то есть когда-то мне нужно было мы гуляли в городе и мне понадобился туалет как бы рядом у меня было я знаю точно что здесь где туалет для инвалидов муж говорит тебя не пустят ты что тебе сейчас не пустят полицию я просто проецируя допустим к ростову да я зайти в мэрию в туалет ну я просто выгоню то есть я пошел к охраннику можно выходной день там никого нет конечно они не помогли подняться провели открыли вот из этих мелочей наверное из вот складывается моё отношение как бы целом стране к людям потому что потому что вот у меня немножко свое как бы свой взгляд на это а мы прилетели в турцию 17 июня я помню до чтобы почти год и месяц она нас все только за две ручки ходила это был пятнадцатый год потому что четыре сторона родилась а вот как я уже сказала мы пожили на холтаре несколько недель вот но там нам было тяжело и мы решили что в оба нам будет лучше легче добраться до города потому что я могу вот у меня есть электриколяска к счастью вот осталось там проблемы с выходом из дома решить то есть я могу допустим по набережной сесть в электриколяску и проехать не знаю до центра вани и конечно не будет ни одной ступеньки потому что она очень удобно из моего пара мы конечно не могли бы не в дебилет выбраться астана просто и еще эта трасса с нам здесь удобно до полосы рядом больница другая рядом рынок рядом море вот то есть и чувствуешь себя что ты человек дочка елены и алексея входит в государственный турецкий садик и сейчас елена и алексей приехали встречать настю из садика вот так вот выглядит самый обычный государственный турецкий садик и здесь дети также могут играть и веселиться с утра дети приходят в садик и в 12 часов мамы забирают детей пока дети играют после детского садика на детской площадке мамы ждут в тенечке занятия в детском саду начали за половину восьмого но к сожалению не успеваем с мужем пока покормим соберем меня дочку приходим в сад наверное на час позже дети в саду играют занимаются у них разные уроки гуляют на улице с учителем на площадке и у них завтрак и в двенадцать муж идет за дочкой забирает после этого они играют на площадке и 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 Настя, тебе понравилось сегодня в садике? Что вы делали сегодня с учительницей? Ты не помнишь уже? А кушали вот что сегодня? Кушали. Ну что было сегодня? Ну какой-то такой белый. Квадратик белый? Ну пайлирный он был. А что ты на турецком уже знаешь, скажи? Пембе, ешиль, еще что? Морковка. Какую-то прессинку она поет, только я не понимаю. А скажи, брата, морковка как? Халуч. А еще что-нибудь? Как будет? Посмотри, садись. Пататес. Пататес, картошка, я понял. В основном мы знаем еду, а учительница ты любишь? Гуляли на улице. А учительница ты любишь свою? Доброе. А с детьми дружишь? С бананом говорить плохо. Ладно, пора нам идти. Нам надо на базар еще что-нибудь купить. Хорошо? Пойдем на базар? Пойдем, побыстрее. Мы живем в Оба, в районе Оба. Когда мы на самом деле в Алане только приехали, мы жили три недели в Махмутуаре. Но в Махмутуаре сейчас, когда нам было тяжело. Они будут особенные тряжи для моря, очень шумные скоростные дороги и так далее. Поэтому мы выбрали этот тихий европейский район. Оба. Вот. Да, стой, помоги нам открыть дверь. Вот. Мы живем довольно-таки близко к морю. Где-то 150 метров. Что очень для нас удобно. Мы можем скорее купить. Вот, девушка. Летом на море. Вечером просто погулять. На набережной зимой очень хорошо помогает. Мне, например, для дыхания. Вот. И зимой у нас видно даже на верхушках гор немножко снега. Мы тут не видим снег, но где-то поставляешь. Так, тут у нас вообще не хотела. Да, на стусы? Мама, пусть я... Будем ли я походу и цветы? Конечно, покажи цветы. Идем. Я походу и цветы. Только не ходи в большие. И вот это еще. Я когда жила в своей стране, я всегда мечтала в своем доме. Потому что я жила в девятиэтажном доме, где лица второго этажа, вы сами понимаете, как я часто была на улице. Для меня это подобно клетке. Я мечтала в своем доме, чтобы всегда быть на улице. Но я не знала, что где-то можно жить в квартире, не имея своего дома и чувствовать себя не в клетке. Поэтому у нас довольно-таки маленькая квартира. Многие говорят, о, у вас маленькая квартира и так далее. Но я очень люблю этот дом, потому что здесь вот мы живем на первом этаже. У нас закрытый балкон. Я могу просто, пока муж, допустим, с дочкой ходит на базар или в парке, если у меня нет возможности выйти, я могу просто сидеть на балконе и дышать свежим воздухом. Ну а, как бы, садим в свой дом, как бы тот, который есть в своем доме, мы попытались создать сами, накуплив разных цветов, посадив их в горшки. Ну, в общем-то, я сижу и приставляю себя на природу, да? Только Настя боится пчелок, которые летают вокруг цветов, да, Настя? Ну, они-то вас не трогают, они просто собирают пчелок цветов, правда же? Какой бы этой головой там летит, вот так. Летит, да, вот так. По головой там. Полосатик, да? Я хочу домой домой. Настя уже хочет домой. Пойдем домой. Вот это наш двор, двор тоже маленький, но в принципе все, что нужно здесь. И для меня, конечно, большим, большой удачей является бассейн. Я, конечно, сама плавать не могу, ничего не могу, но у меня муж купает летом каждый день. То есть, как купает за носик, я сижу в воде, пытаюсь делать даже какую-то зарядку, потому что в воде я могу даже шевелить ногами, двигать, делать какой-то водный велосипед ногами и так далее. Ну и, конечно, ребенку радости тут вообще. Вот, мы еще не научились, к сожалению, плавать без нарукавников. В этом году, она плавает уже, с двух лет большая потеря нарукавниках, а в этом году пытались лять нарукавники, но идет под воду. Поэтому, нет, наверное, оставим плавание без нарукавников на следующий год. Елена, расскажите, пожалуйста, как проходила ваша беременность, как вы решились, чтобы благодаря вашему примеру другие люди тоже шли к своей цели. Потому что, вот на самом деле, друзья, знаете, что я заметила в Елене? То, что Елена никогда не боится спрашивать о помощи. На самом деле это очень важное качество, потому что все мы здоровы мы, или есть у нас какие-то особенности в здоровье. Все мы люди, и мы не можем все, да? Даже когда мы живем в своей стране, когда мы живем в чужой стране, то спрашивать о помощи, это самое, мне кажется, это самое главное. Потому что, если вам не поможет первый, второй, третий человек, то четвертый, пятый, шестой обязательно поможет. На самом деле, ничего страшного ведь в этом нет, да? Кто-то откажет, а кто-то поможет. Поэтому, Елена, расскажите, расскажите вот все трудности, которые вам пришлось пережить, и благодаря которой у нас вот такая вот хорошая девчушка получилась, да? Вы знаете, наверное, просто действительно в жизни надо очень что-то сильно хотеть, хотеть, просить у Бога, и тогда, наверное, это может свершиться. Так, по крайней мере, произошло в моей жизни. Я с детства очень любила игру в дочке-матери, у меня было много кукол, и я почему-то в детстве знала, что я обязательно хочу стать мамой, и обязательно у меня будет дочка. Ну, или, может, сыночек, но почему-то мне хотелось дочку. Вот, но жизнь складывалась как-то не так. Но я все равно очень хотела. Был период в жизни, когда я уже поставила крест на этом, то есть годы шли, мне было 30, я понимала, что, наверное, уже все, и лучше я укреплюсь головой в карьеру. Но, видите, судьба распорядилась опять иначе. То есть я познакомилась с Алешей, и мы поженились, обвенчались в церкви, и решили, что у нас будет ребенок. И 20 мая 2014 года у нас родилась Анастасия. Сложностей, конечно, было очень много. Знаете, я называю это, не я родила, а мы родили вместе, потому что на тот момент поддерживал меня только муж. Знаете, казалось, весь мир был против нашего желания просто иметь полноценную семью и иметь ребенка. То есть все друзья, все говорили, что мы сумасшедшие, что я умру, что я не выживу, что будет больной ребенок, что еще, еще. Сделать аборт и так далее, чего я никак не могла принять и ужасно переживала по этому поводу. Но несмотря на все сложности, которые возникают на нашем пути, с врачами и так далее, о которых я могу, в принципе, говорить часами, мы выдержали этот путь. И вот мы приехали в Турцию, на Настике было год и месяц. Это был просто маленький малышик, который только топал. Сейчас нам 5 лет и 4 месяца. Мы с этого года пошли уже в Анауку. Вот, мы ходим в государственный сад. Мы пробовали частный сад. Когда я была 3 года, но частные сады в Турции довольно-таки стоят недешево. И плюс мне хотелось все-таки где... Чтобы я была уверена, что там настоящий педсостав. Чтобы это было государственное и так далее. Не знаю, почему-то я доверяю больше. И сейчас Настенька посещала векную школу. Это новый проект. Была к мэрии здесь. Да, детей иностранцев. Очень мы остались довольны. То есть Настя посещала школу каждый день. Я занималась учитель, просто чтобы учить язык. Турецкий язык. 9 сентября она уже пришла хоть как-то с какими-то познаниями турецкого языка. Вот сейчас мы уже ходим именно в сад. Также вот у меня мечта. Настюш, скажи, пожалуйста, ты что знаешь по-турецки? 1, 2, 3 цифры ты знаешь, да? Ну, а цифры по-турецки, ну, у меня есть причины вот так. Хотя билет, ищет, 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 ищет. А еще ты знаешь разные фрукты, да? Знаешь, как спросить, как дела. Как будет, как дела по-турецки? Нет, Юнадин, это доброе утро. Геннадин, это доброе утро. А где она, насылся? Насылся. Насылся. А что надо ответить, когда тебе говорят насылся? Им. Им. Это главное, чтобы на сутаты... Ну, все, беги, ты хочешь уже бежать, да? Елена, скажите, пожалуйста, как, будучи иностранкой, вы определили Настю в государственные сады? Как выглядит этот процесс? В принципе, без проблем, должен быть только ЭКОМЕД. ЭКОМЕД – это вид на ответственность, да? Да, ЭКОМЕД у нас, и, значит, я так понимаю, с ответственность, но ты мне как прописка, то есть ты числишься по этому адресу, значит, ты идешь в сад, который ближайший к вашему адресу. Да, если в государственный сад нужно определиться с определенного возраста, вот, если я не ошибаюсь, а 54 месяца и 56 месяцев должно быть ребенку. Раньше они детей, насколько я понимаю, не берут. Ребенок уже должен сам кушать, сам ходить в туалет, ну, то есть уже без паписов и так далее, и тому подобное. И вот мне кажется, это правильно, вы знаете, потому что вот я пыталась в три отдать ребенка, но я видела, что он не готов. Она плакала, вместе с ней плакала я. А вот сейчас, когда ей было четыре года, уже в четыре она мне сказала, мама, я хочу в садик. То есть я поняла, что и она готова к социуму, и я готова ее немножко отпускать от себя, потому что до четырех для меня это было просто истерикой. Елена, расскажите, ну, напоследок, после такой трогательной и долгой истории, расскажите о своих планах, мечтах, как вы видите будущее свое, своей дочери, своей семьи? Я хочу сказать, что мечтать вообще это очень важно для человека, потому что, когда мы мечтаем, мы как бы живем, у нас есть какой-то смысл жизни и стремление, чтобы не чувствовать, что ты как бы здесь находишься просто так, на этой земле. Мы любим с дочкой помечтать, как бы ложимся спать, мы ложимся, мы мечтаем обсуждать сегодняшний день, куда мы пойдем завтра, что мы будем делать и так далее. Мои мечты, я каждый день только прошу Бога, только мне здоровья, чтобы вырастить дочь и поставить ее на ноги, потому что у меня заболевание продвесирующее, это такая нотка грусти, не хочу ее развивать. Вот, но, и если я мечтаю это, поставить ребенка на ноги и очень хочется, конечно, чтобы Настя, я всегда мечтала танцевать, мне очень хотелось бы, чтобы Настя танцевала в этой жизни за меня. И занималась какой-то гимнастикой, вот что-то такое, против чего не было у меня. Прыгала, бегала, то есть вот просто за меня в этой жизни. Ну, наверное, это все мои планы. Не считая таких мелких, там, бытовых, ну да, как сделать там съезд из дома, но самые такие глобальные связанные с нашей дочкой. Субтитры создавал DimaTorzok я очень люблю Аланю на самом деле за климатом. Вот сейчас конец сентября, а я иду в маечке. Хотя в наших странах, когда люди говорят, что-то не в пуховиках. И для меня это, конечно, очень тяжело. Единственное, было немножко тяжеловато первый год, когда мы только приехали сюда, мы переехали, прилетели 17 июня, ребенку был годик и почти месяц. И первое лето я всех спрашивала, боже, как вы тут живете? Мне казалось, что я на сковородке. А мне говорят, да нормально, мы привыкли. Я спрашиваю людей, которые 11 лет живут, допустим, в Алане. И сейчас вот мы уже здесь пятый год. Я могу сказать, что каждое лето мне уже легче, легче дается. Я уже знаю, как себя вести. Когда выйти до улицы, когда не выйти. Бассейн очень помогает. Холодный арбуз. И, конечно, прыгулка, лечение по набережной. То есть мы уже более-менее адаптировались. Я очень люблю рынки в Алане. Первые годы я не пропускала ни один рынок. Мы ходили с мужем часом. Я могла пойти на рынок и прости 2-3 часа. Сейчас, конечно, мы ходим реже, потому что много других забот. Но сейчас мы живем сами. Стараемся ходить один раз на рынок. Закупаться вот в четверг у нас более дешевый рынок по сравнению с понедельником. Вообще, я стараюсь летом ходить вечером. Вечером намного дешевле базар. Ну, сейчас ходим, как получается. И в понедельник бывает Леша начнет забирать сады. И что-то они там покупают, что не успели купить. Допустим, бананы у нас есть, яйца там, что-то такое. Елена, Алексей, расскажите... А они у тебя на липучечке еще? Ой, какая красота. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Вот вы верите в интернет знакомства? Я верю в любые знакомства, если они приводят к созданию семьи и рождению таких красивых детишек. Многие люди просто в этом зомневаются. У меня было к этому неоднозначное отношение. Ну, видите, мы живем в современном мире, когда людям некогда ходить в театры и так далее, в кино. Ну, познакомились очень случайно, я не знаю. Я рассеиваю это как судьба, потому что очень было таких много моментов, когда я в этом нуждалась не раз. Поднакомились по интернету абсолютно случайно. У меня были проблемы с здоровьем, они сейчас остаются, у меня есть камень в желчном пузыре. И так заводилось наше общение. Просто о том, о сём. Он мне писал длинные письма, они пришли длиннее длиннее, мне нравилось их читать. Вот. И... Сколько лет назад это было? Мы познакомились в конце двенадцатого года. Лёше было почти сорок, тридцать девять, а мне было тридцать два. Вот. И вы жили в это время в каком городе? Я жила в Мариуполе, это Украина, Донецкая область. Он был взрослого на Дону, Россия. Вот. Мы стали общаться, и в процессе общения я поняла, что мне интересно. Чем вас зацепил, Алексей? Вот. Когда вот возникает же такое ощущение, когда вот понимаешь, что это твой человек? Да. Он абсолютно был открыт, абсолютно был дружелюбен, без всяких, не знаю, там, ноток каких-то, которые бы мне не понравились, чтобы что-то я там заподозрила такое. Поддерживала. То есть, я сразу ему как-то открылась. То есть, если меня что-то тяготило или что-то в душе было внутри, я с ним этим делилась, он мне советовал и так далее. Вот. Ну, и мы общались, общались. А потом, а потом я поняла, что меня в том человек уже 0,5 что-то тянет больше, чем дружка. То есть, вот. Ну, я в тот момент, я собиралась уезжать, у меня была голубая мечта, уехать в Германию, получить второе образование и там остаться. И уже был пройден довольно-таки большой путь, потому что я, ну, как бы у меня была подготовка, я сдавала на разные международные сертификаты, ездила для этого года. Все для меня, в общем-то, довольно-таки сложно, потому что дальше вызвание там не котируется. И я понимала, что мне надо уезжать, потому что уже как бы почелка пройден. Ну, и с Алексеем мне надо, как бы, отношения развивать. Я решила сделать такой ход, который тоже мне легко удался. Я ему отправила свою фотографию. То есть, мы общались даже не видя друг друга, нам это было абсолютно, да. И сколько это, сколько вы так общались? И мы так общались полгода. Полгода. Вот, я помню первое песко. Без фотографий совершенно. Да, то есть, абсолютно это было, я же говорю, никаких связей, ничего. Ага. 2 ноября он мне прислал первое песко. Ага. Настюш, хочешь поиграть пойти? Да, я хочу. Только кепку одень. Отпустим ее поиграть? Да, кепку одень. Хочу только папу. Сима и я. А что там? Она боится осы. Аса? Да. Потому что у тебя здесь бананчик остался. Да, у тебя и бананчик и шоколадчик. Ну, сейчас папа с мамой нам расскажут, как они познакомились. И потом папа с тобой чуть-чуть. Печенька поешь пока? Не хочешь? Ну, посиди чуть-чуть. Буквально две минутки. Вот. И вы отправили свою фотографию? Да, я отправила фотографию где-то в феврале. Просто в полный раз на Колянске. И я подумала, что это его отвернет, как бы. Ну, и все произойдет само собой. То есть. А вот. Правда, не скрою, после этого я отправила вторую фотографию. Я была в портретном виде. Мои любимые фотографии, где у меня были длинные волосы, блондинка. Ну, наверное, где-то он снимается и не снимает. Не хотелось, чтобы наше общение прекращалось. Ага. Ну, и, конечно, Алексей нормально отреагировал, по моему удивлению. То есть. Он стал спрашивать, Аленочка, как произошло, у тебя авария или что? Мне пришлось рассказать о своем заболевании, что у меня спинальная мышечная атрофия, что это генетическое заболевание. Что я родилась такой, что у меня был даже брат такой, у родителей двое болит детей. И наше общение не прекратилось. И в основном я стала настаивать на встречу. Алексей, расскажите, чем вас Алена привлекла? Вот. Когда именно вот тот же самый момент, когда ты понимаешь, что это твой человек вообще не смотря ни на что. Ну, да. Такое бывает, что ты вообще со человеком чувствуешь, что тебе, как бы, его не хватает, да. И продолжаешь общаться, и это перерастает в какие-то уже более глубокие отношения. И далее вы встретились. А где вы встретились? В каком городе? Он приехал в Малиуполь. Ну, я на тот момент работал на заводе, электровозно-ремонтный завод. В Ростове? Да. Ну, и не помню, что у меня там было. Отгулы и отпуск. Нет, на самом деле он даже приглашал меня куда-то съездить с ним в Крым и так далее. Но я сказала, это просто сумасшедший, потому что ты не понимаешь, что такое женщина на коляске. И как бы, это не та же женщина, которая просто может. То есть за мной нужен постоянный уход и так далее. И я им это расписывала в свой мельчайчик подробностей. То есть вы его пугали? Да. Я его пугала и пугала и, наверное, проверяла этим самым. То есть я ему рассказывала, что... Она кричит, что там о сайте быстрее. Я ему рассказывала, что мне нужно одевать и садить, и глази и так далее. Все подобное. А в это время вы проживали с родителями, да? Я с мамой. С мамой. Ну, сходи, наверное, посмотреть, что там. И она... Так, у нас оса на площадке, поэтому Алексей должен пойти к Насте и защитить ее от осы. Да. Вот. И потом, значит, этого не испугала тоже. Ну, конечно, от поездки в Крым и так далее я отказалась. И я сказала, ну, хорошо, приезжай. Приезжай на пару часов, мы с тобой можем сходить в кафе, поговорить. Пугал пообщаться. Ага. Но он сказал, нет, я не приеду на пару часов. Я приеду на неделю. Мы будем с тобой просто общаться, ходить, гулять и так далее и так и так далее. И я говорю, почему на неделю? Почему нельзя несколько часов? Он говорит, а что несколько часов мне даст понять? Ничего. Вот. Я пыталась, я долго отказывалась, но потом все-таки он приехал и ему встретились. То есть вы даже сопротивлялись тому, чтобы он приехал? Конечно. Конечно, однозначно сопротивлялась. Но когда он приехал, вы знаете, у меня было неописуемое чувство. Ну, в принципе, у меня было уже 33, и я как бы, ну, тоже с каким-то, да, там, представлениями о жизни уже была. Но такого чувства у меня раньше не было. То есть мы когда помню, вот он меня пригласил погулять, и он вызвал такси, мы поехали в такси в центр города. Мы сели в такси, и вот я поняла, что это мой человек, я не знаю. Ну, никогда подобного не случалось. То есть я абсолютно не привлю душой. Ну, никогда подобного не случалось, не знаю. И когда мы погреблялись, тоже начинались проверки. То есть человек, ну, как бы я говорю человеку, а я хочу, я хочу в подземный переход. Можешь меня спустить? То есть вы так его прям тестировали серьёзно. А там в Итроине, знаете, не очень приспособлено, это не Алания, что ты можешь везде подняться и зайти. И там, допустим, три речи про слёты. Про лёты ты сможешь, ну, пойдём. Вот. Или там ещё что-то, ну, я уже сейчас так не помню, 6 лет всё-таки просто. По земным переходам, допустим, набережная какая-то, ещё что-то. Поднятие, например, я жила в доме, у меня лифт со второго этажа. И просто были такие рельсы, по мне надо было толкать русскую. Алексей, ну, а вас не испытали все трудности, да? Сложности? На тот момент это как бы считалось, ну, как виделось мне, как это была всю новинку, то есть коляска, надо её толкать. Экзотика. Да, это как экзотика. Это потом, когда ты это делаешь каждый день, но сейчас я, грубо говоря, переходя дорогу, я уже сразу обращаю внимание, где есть въезды, да. А раньше как-то, ну, ну, спустились в переход, ну, давай спустимся в переход, то есть. Самопримечательно то, что у нас даже некая такая мистика цифр, не то что мистика. Мы встретились этим 20-го июня 13-го года, да? В этом же году. 20-го июня 13-го года. Да. А 20-го мая, в следующем году 14-го, уже делась Настя. То есть, не знаю, хорошо ли это, плохо, если люди считают, что из быстрого не может произойти ничего хорошего. Вот. На самом деле я считаю, что это такие стереотипы, у каждого, у каждого своя история. Вы знаете, он ко мне приехал, и через 4 дня он мне сказал, давай жить вместе. Я говорю, как жить вместе, ты работаешь, у тебя там вся жизнь, весь уклад, он как бы, все друзья, все знакомые, я не знаю, релостники. Ну, все, да, так. Завод, на который он могла приехать, я помню, да. Возможное повышение было на сутки, так ли. Но он тут сказал, понятное, что это несовместимая сфера будет, о которой я до 10-ти вечера приложу, да, потому что, как бы, мама уже за мной не могла ухаживать на то время, вот, поэтому пришлось все бросить и уехать. Вот. Но я думаю так, что если все это то, что получился такой чудо, когда-то стеснял. Значит, все. Настюш, иди сюда, мы про тебя говорим. Иди к нам. Насте уже 5 лет, да? 5, да, и 4 месяца было. Иди, иди, иди. Мама про тебя рассказывает, иди к нам, садись. Насте уже 5, в 14-м году. А кто она у нас по знаку зодиака? Она телец и лошадь. Телец и лошадь, ой. Яма баранчик. Да, да, да. Она родилась в год Олимпиады зимний, а я родилась в 70-х годах, тоже была Олимпиадом, представляете? Вот. Назвали Анастасию, это было решение отца стопроцентное. Он сказал, только будет Анастасия. Ну, он мне предложил там два имени. Просто еще предлагал Екатерина, Мария или Анастасия. Имя будет только русское. Знаете, я когда была временная, я смотрела мультик с ученицей Анастейши на английском. Я подумала, ну, значит, будет Анастасия. И причем у меня были... Настюш, тебе нравится твое имя? Красивое, да? Настя, Настенька, можно по-разному? Настя была в животике. А мы прочитали, что у Анастасии означает воскресенье. Воскресенье, да? Да, воскресенье, воскресенье. Мы решили, что она дальше воскресенье. Ну, и звучит ей неплохо. Нет, на Анастасии очень одно из самых красивых. И на английском красиво она встречает, и в Турции она стала. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы стали преподавателем английского и немецкого языков? Вы до сих пор активно преподаете эти языки, так ведь? Вы знаете, я в детстве вообще мечтала быть, наверное, как и многие детки, доктором или актрисой или певицей. Но со временем я стала понимать психическое положение о том, что, к сожалению, это нереально. Вот, и так как детство у меня было до десяти лет легкая, красочная, но в десять лет, когда у меня ушел папа от нас, детство стало сразу серьезным. Вот, так как жили мы с мамой на малюсике пенсии, как бы, помочь было особо некому, только вот мой дедушка помогал. И я очень рано поняла, что да, мне нужно выбить профессию и как-то работать. Поэтому лет в четырнадцать или пятнадцать я поняла, что я могу делать дома. Либо работать с компьютером, но которого у меня тогда еще не было. У меня первый компьютер появился, мне было двадцать один год. Либо что-то с иностранными языками. И таким образом я в семнадцать лет поступила в Мариупоре в Приазовский государственный технический университет на специальность перевод два языка. Английский и немецкий. Но тоже там было все сложно. Вы знаете, вот в Турции нет проблем. Вот сейчас моя дочка ходит в Анауку, и я пришла к ним. Это начальная школа? Да. И воспитатель говорит, Елена, пройдем на второй этаж. А я говорю, как на второй этаж? Лестится? Она говорит, у нас же есть лифт. Как есть лифт? У вас два этажа. Она говорит, конечно, у нас есть лифт. Я говорю, а зачем вам лифт? Она говорит, ну мало ли, детки такие будут учиться. То есть везде, во всех учебных заведениях есть лифт. То есть, я так понимаю, проблем получить образование для больных в Турции нет. В Украине не хотели брать даже мои документы. В университет? В университет. Их не брали. В первой группе инвалидности мы не возьмем документы. Мама ходила и просила, и взятки, какие мы можем, давали. Нет. И слава Богу нашелся доброй души член-ректор. Сейчас он уже у нас. В Царстве Небесное у него был рак. Но он сказал, ваша дочь будет учиться. И мои документы взяли. То есть даже было и такое. Хотя, конечно, ни о каких лифтах речи не было. У нас шестиэтажное здание. Кафедра иностранных языков на третьем этаже была. И вот все шесть лет у меня была заочная вечерняя форма обучения. Все шесть лет у меня мальчики, хорошо, что в технический университет они меня относили на третий этаж. А бывает и на пятый, когда была информатика, история и т.д. Так что об этом и лечите. И вы учились на факультете на преподавателя-переводчика немецкого и английского языка? Да, вы знаете, название факультета несколько раз почему-то менялось. Это был перевод, потом это была прикладная лингвистика. Но в итоге, да, переводчик, английский, немецкий язык. И я немножко в Украине поработала с переводами. Но, честно говоря, мне стало скучно. Я учусь работать с людьми. Наверное, это немножко не моя стихия. То есть вам больше всего нравится преподавать? Да. Я люблю работать с людьми. Люблю с такого рода общения. Люблю видеть какой-то результат, отдачу получать, обмениваться энергией. Поэтому выбрала все-таки дорогу преподавателя. Ну, переводом я тоже занималась. Ну, редко. Не часто. И получается, что вы преподаете как очно, так и через скайп, через какие-то мессенджеры? Вы знаете, я всегда работала очно, то есть фейс-то-фейс, да, скажем так. То есть ученики к вам на дом приходили? Да, конечно. Украине приходили на дом. Я очень любила работу. У меня не было там детей. Я была погружена в место до головы. И до сих пор я работала только в онлайн преподавателе, потому что, ну, не знаю, это удобнее для многих. Ну да, но в принципе сейчас человек может находиться в любой стране мира, да, связаться с учителем и изучать язык, практиковать его. Как с носителем, так и с учителем, так и… Да. Совершенно ничем не ограничено это. Абсолютно верно. Друзья, история Елены действительно удивительная. Многих, как я говорила в начале, заставит пересмотреть свою жизнь и взгляд на свою жизнь. Ну и, конечно же, вдохновиться примером Елены. И самое главное – мечтать и верить, что в жизни все возможно. Да, можно я сейчас скажу, я вот хотела бы пожелать, может быть, кто увидит программу эту, я хотела бы пожелать всем людям, чтобы они не боялись своей жизни делать три вещи. Это мечтать, любить и менять свою жизнь. Это очень важно. Вот. Может быть, кто-то посмотрит эту программу, те люди, которые тоже, допустим, в чем-то ограничены, как я, физически, но очень мечтают стать мамой. Не бойтесь, мечтайте, просите у Бога сил, веры. Ну и, конечно, рядом есть хоть один человек, который верит вместе с вами, хотя бы один человек. Не бойтесь, все идите до конца. Спасибо. Елена, спасибо вам огромное. Мы желаем вам самое главное здоровья, а все остальное, конечно же, будет. Спасибо. Смотрите передачу «Лица Турции» каждую субботу на русском и каждую среду на английском языке на телеканале ТВ-82 и на моем YouTube-канале. Узнавайте больше об интересных, а самое главное вдохновляющих людях со всего мира, который проживает в Алании. Всем всего хорошего и до встречи!